МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Благоустройство городских территорий и социально-ориентированные проекты. Депутаты продолжают обсуждать проект бюджета города на 2020 год. Безграничные возможности. Впервые в Сарове для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет большой праздник. Далее расскажем обо всем подробно. На планово-бюджетном комитете большая часть поправок поступила от депутатов по благоустройству городских территорий. В частности, народные избранники предложили увеличить расходную часть бюджета и выделить дополнительные средства на ремонт тротуара на улице Московской около магазина «Традиция», систем водоотведения и освещения в ТИЗе, а также реконструкцию стадиона 12-й школы. Спортивный объект требует капитальной реконструкции и модернизации. Просим рассмотреть поправку проекта городской думы о бюджете города Сарова, включить затрат на реконструкцию, флэш, капитальный ремонт школьного стадиона, школу номер 12 в размере 3 миллионов рублей в 2020 году, с переходящим осадком 34 миллиона рублей на 2021 год. В очередной раз депутаты предложили заложить в бюджет деньги на покупку двух квартир для иногородних специалистов, для того, чтобы привлечь в наш город учителей, тренеров и врачей, и, наконец-то, закрыть вопрос нехватки кадров. Но на текущий момент не разработан механизм обеспечения жильем специалистов именно такой категории. Я думаю, что все коллеги в принципе-то за, но чтобы не подставлять администрацию под прокуратуру, давайте поработаем. Вопрос серьезный, но требует дополнительного... Давайте, я согласен, как автор поправки вынести на комитет. Вопрос, все, голосуем, вынести на социальный комитет. Детально эту поправку депутаты рассмотрят на заседании профильного комитета. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, СОРО, 24. День неизвестного солдата – это особый повод вспомнить о героях, безымянные могилы которых по сей день находятся по всей стране. Стравчане собрались у Вечного огня, чтобы почтить память бойцов, которые так и остались без вести пропавшими. Глубоко символично, что сегодняшний день памяти, как, впрочем, и всегда мы отмечаем около монумента с Вечным огнем, потому что вот здесь высечены на стыле имена тех наших горожан, 523-х, кто уходил из нашего города на войну Великую Отечественную, войну и не вернулся. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, говорил легендарный полководец Александр Суворов. 3 декабря принято вспоминать всех погибших и пропавших без вести во время локальных конфликтов и войн. После минуты молчания участники митинга возложили к мемориалу цветы. Мы благодарны всем солдатам, которые воевали за нас, и мы должны знать их всех. Недостаточно того, что мы знаем только тех, кто нам известен. Должны почитать память всех. Мария Головина год назад вместе со своими одноклассниками организовала юноармейский отряд «Барск». В нем ребята изучают историю нашей страны, тренируют военные навыки и участвуют во всех военно-патриотических событиях города. Никто не забыт и ничто не забыто, и мы должны помнить о том подвиге, который совершили наши предки, и никогда не забывать и делать только все ради благополучия и нашего светлого будущего. Вспомнить людей, которые отдали жизни на поле боя ради мира на земле и возложить цветы к монументу – это то малое, что может и должно делать молодое поколение в знак благодарности погибшим, неизвестным, но незабытым героям. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Сарове нет документа, который бы регламентировал правила установки памятников и мемориальных досок. Решение об обыковечивании исторических событий и заслуг саровчан принимает комиссия по номинованию городских улиц и объектов соцкультбыта. Проблема создания соответствующей нормативно-правовой базы назрела давно. Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства, при разработке положения учитывался опыт других городов. Оно регулирует порядок обращения с ходатайствами, об установке памятника, мемориальных досок, памятных знаков, порядок реализации этих ходатайств, порядок установки, обеспечения сохранности и учет. Больше всего замечаний депутаты и представители общественных организаций высказали к списку документов, которые нужно будет собрать, чтобы представить на рассмотрение комиссии. Многим он показался неуместно длинным, другие считали, что только максимум материалов поможет принять взвешенные решения о разрешении или отказе в установке памятника или мемориальной доски. Говоря о бюрократизации и количестве документов, важный вопрос, мы забываем немножко, что помимо, собственно говоря, решения о размещении памятника данному человеку и событию, у нас потом идет длинный отвод, инвестиционный план, собственно говоря, проектная документация. И все это согласуется где-то, примерно здесь же. Да, и смотрите, документы, которые существенно на одних стадиях, возможно, совершенно не нужны на начальных. Депутаты предложили облегчить процедуру ходатайства и разбить список документов на категории. Одни справки должны представить инициаторы, другие войдут в полномочия администрации. Окончательно это решение будет приниматься, а, главой администрации, и он будет вносить проект решения в Думу. Это будет приниматься решением Думы. То есть здесь еще, кроме комиссии, еще двойной контроль. Проект положения об установке памятников и мемориальных досок депутаты с учетом указанных замещаний и предложений отправили на доработку, чтобы потом обсудить с участниками рабочей группы от ядерного центра. Елена Грескова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. До новогодних праздников осталось меньше месяца. Наступает жаркая пора поиска подарков родственникам и коллегам. Сотрудники правопорядка призывают сыровчан быть внимательными при покупке товаров в интернете. Чем ближе праздник, тем больше активизируются мошенники. А вот бдительность людей в предновогодней суете притупляется. Риск попасть на уловки фишеров возрастает в разы. Эти интернет-мошенники с помощью вредоносных программ могут получить доступ к персональным данным пользователей. Большая часть наших граждан, зачастую, заходя на свои гаджеты на какие-то странички, видят всякие роды СПА, начинают по ним проходить посылки, что делать категорически запрещено, так как различные эти рекламные акции могут внести с собой вредоносные программы для вашего гаджета. СОП может позволить мошенникам воспользоваться онлайн подключенными счетами банковских карт и уже без вашего ведома мошенники смогут получать доступ к вашему счету и похищать деньги со счета. В сети интернет многих привлекают новогодние скидки и акции. Мошенники регистрируются в социальных сетях и предлагают по низкой цене приобрести товар или услугу. Самые распространенные объявления – это заказ поздравлений Деда Мороза и Снегурочки на дом. Созванивайтесь с лицом, которое его подало, и лицом объясняет, что в указанное время может привести праздник у вашего ребенка и просит за это стопроцентную предоплату. Не всегда это бывает так. Скорее всего, могут выступать мошенники, которые, получая предоплату, закрывают эту страничку и больше не контактируют с населением. Будьте внимательны о этих объявлениях, обращайте особое внимание. Также на уловки мошенников могут попасть и те, кто желает сам подзаработать в новогодние праздники. В основном это студенты и старшеклассники. С ним связываются некие граждане, просят прислать личную информацию, о том, заключают псевдодоговор, что их устраивает. Но за этот договор просят внести предоплату в районе тысячи, полторы тысячи рублей. После чего страничка закрывается, и люди, которые хотели заработать, сами платят деньги за так называемый договор, и остаются обманутыми. Стражи порядка советуют горожанам не идти на поводу у любителей легкой наживы и не поддаваться на уговоры. Прежде чем оплатить товар или услугу, необходимо проверить информацию о продавце и прочитать отзывы. Стандартный набор продуктов – крупы, макароны, чай, сладости. Теплые слова и внимание. Что еще нужно для того, чтобы сделать счастливее пожилых людей, которых некому поздравить в новогодние праздники? Канал «16» запускает ежегодную благотворительную акцию «Мы помогаем». Сейчас непростое время, и, к сожалению, у многих наших пенсионеров, которые волей и судьбой остались одни в этом мире, у них просто нет возможности как-то даже побаловать себя в Новый год, купить какие-то сладости, какие-то другие элементарные продукты питания, как-то разнообразить свой праздничный стол. Наш долг – подарить им частичку праздника, подарить новогоднее настроение, как-то помочь. Дарить радость одиноким бабушкам и дедушкам нашего города стало доброй традицией. Акция существует уже несколько лет. За это время команда канала «16» исполнила новогодние желания десятков саровских пенсионеров. В наших силах сделать все, чтобы в канун волшебного праздника нуждающиеся пожилые люди не чувствовали себя одинокими. В прошлом году я от лица нашей телекомпании вместе с Александром Михайловичем Тихоном, главой города, вручала подарок жительнице его округа. И надо было видеть лицо вот этой бабушки, которой принесли, ну, казалось бы, мелочь, продуктовый набор и календарь городской дома. Но она была так счастлива даже не сколько тому, что мы подарили ей какие-то сувениры, продукты, сколько, в принципе, вниманию. Приносить можно не только продукты питания. Теплые вещи, предметы быта и гигиены, а также праздничные сувениры станут приятным сюрпризом для старшего поколения. Все собранные презенты команда «Канал-16» рассортирует, упакует и в конце декабря подарит одиноким бабушкам и дедушкам. Мы сотрудничаем с Управлением социальной защиты населения Сарова, которое предоставляет нам списки нуждающихся. В том числе мы тесно дружим с волонтерским центром «Радость моя» и гуманитарным складом, куда также приносят пожертвования, в том числе для стариков. С депутатами городской думы, которые знают людей, нуждающихся на своих округах. И также, в принципе, все жители города могут нам сообщить о своих соседях, одиноких бабушках и дедушках. Я думаю, что мы также найдем возможность им помочь. Передать продукты и новогодние подарки для пенсионеров будет несложно. Каждый понедельник во время съемок программы «Хочу сказать» в ТЦ «Атом» с 17 до 18 часов наши журналисты организуют сбор. Презенты для бабушек и дедушек также можно принести по адресу Силкино, 41, второй этаж, по будням с 10 утра. Подробная информация по телефону 60131. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Камень на месте памятника Ушакову в Темникове заложили еще в сентябре 2017-го. И вот спустя два года на высоком пьедестале красуется двухметровая скульптура из бронзы. Монумент воздвигли в центральной части Темникова, в парке культуры и отдыха по улице Коммунистической. Автор проекта – заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Юрий Злотя. Легендарный полководец изображен с крестом в правой руке. В монументе воплотили многовековые традиции православной культуры и идеи сохранения памяти о героическом прошлом русского народа. Федор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота. Образцом справедности он подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение. Воздвигли памятник на средства Российского военно-исторического общества и федерального гранта, который выиграла администрация Темникова. Большой вклад в благоустройство монумента внесли жители района. Основание постамента построили на их пожертвование. Вклад и денежный, и материальный, это и бетон, это и стройматериалы и так далее. И где-то в денежном варианте на сегодняшний момент около 290 тысяч рублей, а еще и материально где-то еще рублей 100-200. Это значительный вклад. И в общем-то люди все, все понемножку участвуют в этом. Имя адмирала Федора Ушакова много значит для Мордовии. Его мощи покоятся в Сыноксарском монастыре. В Темникове полководец при жизни открыл госпиталь для раненых. Святого Феодора местные жители считают своим покровителем. На торжественном открытии бронзовой статуи собрались жители города, республики и соседних областей. Духовенство. В числе почетных гостей представители межрегиональной общественной организации ветеранов ВМФ России. Это одно из величайших событий в истории нынешнего военно-морского флота России. И ветераны, и молодежь, и те, кто относится к людям среднего возраста, и мамы с детьми будут гулять. Уж прекрасная площадь, летом она еще больше расцветет. Это будет место, я бы сказал, даже такого доброго паломничества. На площади, над которой теперь возвышается памятник адмиралу Федору Ушакову, планируют установить миниатюрные копии храмов, которые были снесены в советский период. Таким образом, территория станет по-настоящему историческим местом для военно-морского флота, православной церкви, жителей и гостей Темникова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Здравствуйте, школа интернации. У нас разгорание, столярная мистерская. Пока администрация вызывает пожарных, у детей и педагогов есть несколько минут, чтобы покинуть здание. Они быстро и организованно выходят на улицу через запасные выходы. На место учений прибыл расчет, который разворачивает пожарные рукава и подключает дыхательные аппараты. По легенде, один из школьников не смог выбраться из горящего здания. Специфика здания такова, что на первом и втором этаже находятся учебные корпуса, а на третьем этаже – это спальный корпус. И вот, безусловно, в ходе разведки, в ходе обнаружения пострадавших, время потратилось на то, чтобы нужно было проверять, особенно это дети, в шкафах, под кроватями, во всех местах, потому что дети могут спрятаться куда угодно. При спасении ребенка в задымленном помещении счет идет на минуты. Научить детей не паниковать и действовать строго по инструкции – главная задача, говорят спасатели. В реальной чрезвычайной ситуации школьники могут растеряться. Решающую роль часто играет слаженная работа сотрудников образовательного учреждения. Со стороны администрации тоже, как таковых, замечаний не было. Они действовали согласно, у них есть инструкция, согласно инструкции. Они поэтапно выполняли каждое действие, действия были грамотными и выполнены своевременно. Сотрудники школы-интерната эвакуировали из горящего здания 37 детей, которых по инструкции отвели в соседнюю 17-ю школу. В учениях задействовали все пожарные части города Сарова. Пожар был ликвидирован, без особого распространения по другим помещениям школы-интернат. Также все дети были эвакуированы, согласно спискам проверены, обслуживающим персоналом. И пострадавшие были найдены. И тоже по тактическим замыслам один был пострадавший, у него была сломана нога, его вывели на открытый воздух и передали скорой помощи. Спасатели вместе с администрацией школы-интерната номер 9 подвели итоги учений и разобрали недочеты. Каждый месяц сотрудники ГО и ЧС проверяют готовность пожарных расчетов и госучреждения оперативно устранять возгорания и спасать людей в экстренной ситуации. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Две с половиной тысячи домов, в которых живет около 95 тысяч жителей. Это предварительная информация о численности саровчан. Точные данные будут получены в ходе переписи населения в октябре следующего года. На подготовительном этапе сотрудники Нижегородстата уточняют сведения о расположении домов в нашем городе. На данный момент мы проверяем и уточняем данные регистраторов, которые работали, проходили, переписывали дома, которые есть в нашем городе. Работа эта очень кропотливая. Адреса домов сверяют с картами и заносят в электронную базу данных. Потом эти сведения пригодятся сотрудникам во время переписи. В следующем году впервые статистики будут работать не с бумажными анкетами, а с планшетами. Еще одним новшеством станет возможность участия в переписи населения через интернет. Возможно будет на портале госуслуг. Я думаю, что, по крайней мере, очень молодые населения нашего города, они вполне это могут сделать. И кроме того, еще будут стационарные участки, на которых можно переписаться. Например, вот в МФЦ. Сейчас идет набор сотрудников, которые в октябре следующего года будут собирать сведения о саровчанах. Каждому из переписчиков нужно будет опросить около 600 человек и занести эти сведения в электронную базу данных. Для того, чтобы формировать участки переписные, мы все-таки будем стараться людей привязывать к их месту жительства для удобства. Потому что все-таки основная перепись будет проходить, как правило, вечером. Пока изъявили желание быть переписчиками лишь 80 человек. Это третье от необходимого количества работников. Подробную информацию можно получить по телефону 677-66. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Сейчас в Сарове насчитывается около 17 добровольческих объединений, которые помогают жителям нашего города. Организовывают спортивные и культурные события, ищут пропавших людей, собирают пожертвования для нуждающихся. Виктория Сафронова учится в 10 классе 11 школы. Уже несколько лет девушка участвует в волонтерских движениях городского и областного уровней. Я недавно участвовала в форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в Нижнем Новгороде. И мне понравилось то, что нам дали очень много информации, и мы помогали людям, куда им нужно идти. Они нас спрашивали вопрос, и мы на них отвечали. Мне вот это тоже очень нравится. Когда ты знаешь информацию, можешь ее кому-то донести. Становится светло и радостно на ту жесть, что ты помог кому-то еще. Но когда ты чувствуешь, чем ты занимаешься, тебе это нравится, ты не ощущаешь вообще никакой усталости, ты хочешь этим заниматься и продолжать этим заниматься. Добровольцы бескорыстно устраивают субботники, распространяют брошюры социальных компаний, работают переводчиками и координаторами на спортивных соревнованиях, помогают в больницах, детских домах и пенсионерам. Олеся Ильина полтора года назад пришла в волонтерский клуб «Инсайт». Школьница считает, что больше всего в помощи нуждаются дети, особенно те, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Также девушку интересует эко-волонтерство. Направление экологическое меня тоже интересует, так как меня волнует, так сказать, природа и то, что меня не устраивает то, что она очень сильно загрязнена сейчас. Я стараюсь участвовать в мероприятиях, которые помогают в уборках территорий. И я сажала деревья несколько раз. К предстоящим праздникам участники волонтерского клуба «Инсайт» подготовили несколько акций, в рамках которых ребята будут поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом. Смелость, отзывчивость, бескорыстие – те качества, которыми должен обладать каждый доброволец, считают активисты. А улыбки и слова благодарности – лучшая награда за добрые дела. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Объединить людей с ограниченными возможностями здоровья, выработать план по работе с инвалидами в будущем году и заручиться поддержкой саровских предпринимателей. Такие цели ставят перед собой представители городского общества инвалидов и Центр поддержки предпринимательства, организатор первого большого городского праздника для лиц ОВЗ. У каждого инвалида есть какая-то своя проблема. Может быть, какие-то предприниматели захотят взять какое-то шефство, опеку, посмотрят, увидят, что люди на самом деле нуждаются. Помимо индивидуальных проблем, инвалиды хотят рассказать о тех трудностях, с которыми каждый из них сталкивается ежедневно. Это в том числе доступность городской среды. К предпринимателям на уровне города я обращаюсь только с одной просьбой. Сделать более доступными объекты торговли или оказание услуг, которые они оказывают для жителей города. Потому что это касается не только предпринимателей, а вообще всех жителей города. Мамы с колясками, маломобильные граждане разных групп. Такая встреча будет полезной предпринимателям. Многие состоявшиеся бизнесмены хотят реализовать себя еще и в качестве благотворителей. У некоторых появляется такая потребность, и они часто мне задают вопрос. Мария Юрьевна, может быть, есть нуждающиеся? Кому помочь можно в финансовом плане? Кому можно помочь? Может быть, что-то подарить, лекарства, либо стать каким-то наставником? Праздник пройдет 17 декабря в 14 часов в Центре поддержки предпринимательства. Прийти на него могут все саровчане с ограниченными возможностями здоровья. Для лиц старше 16 лет. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Песни, танцы, сценки и теплые слова в адрес педагогов и воспитанников. 20-й день рождения мечта отметила весело и шумно. К празднику присоединились выпускники клуба и бывшие педагоги. Одни здесь учились быть активными и целеустремленными, а другие в свое время раскрывали таланты школьников и увлекали их творческими идеями. Это действительно родные стены для многих из вас и для меня в том числе. Поэтому творческих успехов вам, здоровья коллегам, терпения, а деткам нашим радости и улыбок побольше. Девизом юбилея стал хэштег «Мечта была, есть и будет». Поступления воспитанников творческих коллективов клуба чередовались с пожеланиями от родителей, педагогов и детей. За кулисами они тоже не скрывали своих чувств и эмоций. Мечта у меня ассоциируется с невероятными эмоциями, с радостью, с общением, с получением постоянно каких-то новых знаний. Я хочу пожелать мечте, чтобы она работала еще очень долгие годы, чтобы в нее постоянно приходили дети и дети их детей, и чтобы она постоянно цвела. Здесь я провела все свое детство, и поэтому это именно второй дом. Цвести, никогда не унывать, чтобы приходили талантливые творческие дети, и чтобы его не закрыли. Мечта у меня ассоциируется с самыми хорошими воспоминаниями моего детства. Воспитанникам, быть активными, помогать педагогам с яркими красками, с большим креативом. Тут работают одни творческие люди. Всем педагогам крепкого здоровья. Оставаться такими же бодрыми, веселыми и добрыми. Самое главное, чтобы у них осталось это здание, чтобы остались все-таки люди, энтузиасты, которые работают. Это в наше время такая позиция непростая. Видимо, она больше где-то даже внутренняя. Мне хочется, чтобы у них было все благополучно. У педагогов, я имею в виду, в семьях материально было благополучно. В праздничном концерте приняли участие воспитанники всех студий и объединений клуба. Зал с трудом вместил всех желающих присоединиться к торжеству. Многим пришлось стоя наблюдать за выступлением творческих коллективов. Елена Грецкова, Евгений Шусова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Студии эстрадного народного танца «Задоринки» еще нет и пяти лет. Но в ее копилке уже больше сотни наград. Коллектив становился неоднократным победителем областных и всероссийских конкурсов. За последние два месяца «Задоринки» привезли в родной город больше 20 кубков и дипломов. Одной из самых значимых стал гран-при конкурса «Сияние талантов в Арзамасе». Для нас это, ну, видимый, наверное, рост. И для меня, как для хореографа, наверное, это знак, что я на правильном пути. И нужно двигаться дальше, потому что есть к чему стремиться. Это, в первую очередь, возможность вывести массовые танцы, вывести деток, потому что, ну, не все детки могут поехать далеко. Родители заинтересованы. Как бы для деток это хороший опыт. Коллектив Анны Козловской не привык сидеть на месте. Танцоры стараются принимать участие не только в выездных мероприятиях, но и отсылают свои композиции на заочные танцевальные конкурсы. Последним из таких стал международный фестиваль «Вдохновение в Москве», где среди тысячи конкурсантов задоринки стали лучшими. И девочек пригласили во второй очный тур, который в эти выходные пройдет в Казани. Когда это все увидела, прочитала, ну, наверное, у меня пять минут просто было такое молчание. Я просто перечитывала несколько раз. И девчонки, мы не могли в это поверить, и родители, когда вот у нас такие успехи. И как-то это все было невероятно. И вот в ближайшем будущем мы надеемся, что наша поездка состоится. И совсем скоро нам достоится честь представить Саров на мировом уровне, где будет жюри, члены палаты ЮНЕСКО, то есть представители Франции. Представлять Саров на мировом уровне задоринкам предстоит впервые. К этому событию девочки усердно готовятся. Все свое свободное время они проводят на тренировках, чтобы наш маленький город отметили на танцевальной карте мира. Упорно перед конкурсами тренируемся, репетируем танцы, чтобы как-то не забывать какие-то движения и сделать все в полную силу. Прежде всего мы едем, конечно, на конкурс, чтобы хочется победить, но прежде всего это посмотреть на других участников, посмотреть, на каком уровне находится ты. На конкурсе в Казани девочки представят сразу несколько современных танцев. В них они покажут все, чему научились за время существования коллектива. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Отборочный этап малыша Д-2019 проходил на протяжении шести дней. Команды из трех-четырех ближайших детских садов устраивали соревнования между собой и боролись за право отправиться на городской этап турнира. В очередной схватке сошлись ребята из 31-го, 40-го и 19-го садов. Дети вообще всегда за любой спортивный праздник. Они всегда с удовольствием соревнуются. Для них это большой праздник, повторюсь, потому что они приходят в другие дошкольные учреждения, где знакомятся с другими ребятами. Здесь у них вырабатывается командный дух. Участникам предстояло пройти шесть эстафет. Ребята сразу же включились в борьбу, старались опередить соперника, поддерживали товарищей по команде. Воспитанники 31-го детского сада к отборочному этапу готовились несколько недель. Но удача была в этот день не на их стороне. Команде досталось третье место. Нам не хватило, ну, быстроты нам немножко не хватило. Нам не хватило силы, чтобы мы бегали еще лучше, чем все. 40-й детский сад занял второе место, а победителем отборочного тура стала команда 19-го детского сада. Как ты думаешь, благодаря чему вы победили сегодня? Потому что мы очень долго тренировались. Я очень рада, что мы победили. Надеюсь, в финале мы тоже победим, займем первое место. Теперь команда 19-го детского сада отправится на городской этап соревнований, где будет бороться за право представлять наш город на областном этапе малышады. Встречи с Таншаевым для хоккейного клуба «Саров» всегда напряженные. Обыграть давнего соперника, к тому же чемпиона прошлого сезона, задача не из легких. На первой минуте матча команда «Старт» открыла счет. Почти весь период «Саров» провел в защите. Частые атаки соперника не давали расслабиться нашим спортсменам. Первый отрезок игры закончился со счетом 2-0 в пользу «Таншаевцев». Саровские болельщики не отчаивались и верили в победу своей команды. Волнение чувствуется, моменты есть. Я думаю, что второй-третий период будет более удачным для нас. По крайней мере, должны выйти мы в плей-офф и там показать по мере этого движения. Я думаю, что в этом сезоне за призовое место поборемся. Я так понимаю, что первые домашние игры, они немножко скованы. Я думаю, сейчас ко второму-третьему разойдутся. Обыграем. Всегда победим. Во втором периоде подопечные Сергея Макеичева собрались и забили первую шайбу в этом матче. Позже сравняли счет. Жесткие столкновения и частые удаления хоккеистов. Соперники не давали друг другу и минуты на отдых. В начале третьего периода команда «Саров» усилила атаки и контратаки. В итоге хоккеисты забросили еще одну шайбу в ворота старта. Финальное очко наша команда заработала на последних секундах дополнительного времени. Игра завершилась со счетом 4-2 в пользу саровчан. Немножко скомканное начало. Ну, первая игра домашняя. Глава города, глава администрации. Может, так немножко надавила эмоционально. Но потом сделали работу с ошибками. Результат дал. В прошлом сезоне таншаевцы победили команду нашего города в четырех встречах. В этот раз хоккейный клуб «Саров» взял реванш. По словам тренера старта Дмитрия Горюнова, поражение его подопечных – результат удаления и недочетов в нападении. В течение игры было очень много нереализованных моментов. Выходов один на один и таких вот моментов, где надо было забрасывать шайбу. Вот это, я считаю, основная причина нашего поражения. А так ребята все полностью выкладывались, бились, старались. Следующую игру хоккейный клуб «Саров» проведет на выезде. Матч против финалистов прошлого сезона пройдет 7 декабря в городе Кстова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».